Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие сигаретки! Сегодня у нас декабрьский мейл, прямо перед Новым годом я его снимаю. Сегодня у нас 27 декабря, и я получила несколько писем и открытку. Да, открытка вот такая, но она без обратного адреса, и я не могу узнать, чей это почерк, кто это прислал мне. Открытка очень красивая. Вот, это у нас только Калужская область, как я поняла. Да, Калужская область, вот написано, мастерская бумажного ремесла. Я не знаю, от кого открытка, пожалуйста, ответьте мне, скажите, кто, кто прислал мне эту открытку. Она очень красивая, она очень приятная, и большое спасибо. Далее было письмо от богачёвой Светланы, это уже ответ на моё письмо. Я закрываю всё всегда её наклейки, спасибо почтальон, смотрите моё письмо, так красиво. Сзади она вот так вот сделала скотчем, и здесь у нас было само письмо, я уже пишу на него ответ. Здесь у нас салфетки есть, сейчас я их покажу, они немножко застряли, потому что приклеилось, я всё склеила. Мне понравилась салфетка, вот эта вот прикольная, можно её будет использовать где-нибудь. В блокноте, такая вот чайка здесь. Да. Вторая салфетка вот такая вот, она уже присылала её, поэтому это уже, кажется, третья салфетка, в прошлый раз их было две. Далее у нас идёт письмо, и идёт очень классная открытка, такая вот, кажется, вот так вот её прямо показывать. Вот, да, вот шишечки, здесь и открытка тоже подписана. Следующее письмо от Амиры, это ответ на мой ответ, да, и здесь у нас была открытка, вот такая вот классная, с медвежонком, очень клёвая, её можно куда-нибудь прикреплять, далее у нас здесь письмо и пачка наклеек с салфом, вот такая вот классная подборчика наклеек. В общем, прикольно, спасибо большое. Далее было письмо от Вари, это уже ответ тоже на моё письмо. Вот такое вот здесь было письмо. Здесь у нас был конверсик, вот, с разными интересными штучками, которые очень полезны будут мне, потому что здесь полно самых разных карточек, вот, вырубок, я даже не знаю, показывать это всё или нет. Здесь есть вот такие вырубки, здесь есть намотки скотчей, такие вот. Вот, здесь есть надписи, Белив, Моя Любовь и остальные разные тоже в виде марщик, вот таких вот наклейки. Сами марки, которые очень-очень мне нужны, потому что я собираю марки. Вот, и такие вот разные ещё здесь вырубки из кряп-бумаги. Далее у нас здесь чай Ахмат, такой вот английский завтрак. Открытка самодельная, вот, с такой советской ёлочной игрушкой. И само письмо, которое безумно красиво оформлено. Я люблю креативность очень, и так по-новогоднему здесь всё, посмотрите, клёво, очень. Большое спасибо, Варя, я безумно ждала твоё письмо. Далее я покажу письмо от Губарёвой Елены, потому что я показывала это письмо уже, это у нас Алтайский край. И оно пришло ко мне, сейчас скажу, когда, 7 сентября, кажется, или октября. Оно пришло ко мне 11 октября, вот. И я его показывала, только я не могу понять, куда делось это видео, где я показываю это письмо. Потому что оно безумно красивое, и мне очень обидно, что оно не попало в выпуск. Так, вот, само письмо фиолетовое. И здесь невероятной красоты фолдер, над которым Лена очень старалась. Это был один из её первых фолдеров. Она вложила в него всю свою любовь, все свои силы. Такая вот красота. Здесь у нас вот так вот открываются подарочки. Подарочки у нас здесь просто целая куча вот таких вот вырубок с цветами. Я очень люблю цветы, и для меня вот это всё, оно очень нужное. Всё это пойдёт в моей работе, в мой дневник. И это письмо по-настоящему такое весеннее. Здесь у нас такой кармашек, где наклейки с рыбками. Самые разные, очень тоже красивые, переливающиеся. Вот так вот всё здесь спрятано. Так, у нас теперь вот эта сторона, она откидывается. Только сейчас я боюсь высыпется всё. На этой стороне у нас как раз таки было письмо. Вот, потому что здесь кармашек для письма. Далее у нас здесь внутри вот так вот спрятан чай и три скотча. Очень прикольных тоже. Вот, вот такая вот красота. Огромное тебе спасибо, Лена. Я уже написала тебе ответ, мне осталось его только запаковать, печатать. Я его отправлю как раз таки после Нового года, когда наша почта заработает. И, наконец-таки, вчера я получила ответ из Забайкалья, из Читы. Я была в шоке. Это папка сделана своими руками. Посмотрите. Посмотрите. Здесь кит. Здесь у нас надпись для тебя. Здесь у нас фотография с морем. И облака. О, господи, не могу, у меня нет слов. Здесь вот так вот всё сделано. Такие вот уголки. Очень красиво переливающийся. Синий цвет, я просто его обожаю. Изнутри у нас здесь вот такие вот, типа, марочек. И внутри, кажется, я вижу то, что я вообще не ожидала увидеть. Во-первых, вот письмо. Очень круто сделано. За... Вот она, да, ленточкой. И здесь такая бирочка с любовью из Забайкалья. Безумно красивая наклейка. Клейка с тиснением вот таким вот переливается, да. Это я лично почитаю. Итак, вот такая закладка была. Очень красивая. Напои меня водой. Пусть я стартый молот. Но, вернее, нет коня, не бросай же ты меня. И следующая сторона у нас здесь. Добрая девочка. Хорошо, что ты опять вышел в садик погулять. Мы так ждали угощения, крюшек, хлеба и печенья. Какая классная закладка. Просто, я не знаю. Очень добрая, очень тёплая. Огромное спасибо. Так, а вот это вот, что мне очень интересно. Это, как я понимаю, полимерная глина, наверное. И, по-моему, это можно куда-нибудь приклеить. Потому что вот эта вот штучка меня очень-то заинтересовала. Я бы это к себе на стол сюда прикрепила. Очень люблю морскую тематику. Спасибо большое. Давай-ка смотреть дальше, что у нас здесь. У нас здесь конвертик. А в конвертике у нас... Ох ты, что-то интересное. Мне уже страшно. Вау! Кулончик с амуром. Ммм, какая прелесть. Да, кулончик с амуром. Далее вот такой вот конвертик с кружевом. Тоже сейчас... Здесь что-то такое тяжёленькое. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Я не вижу. Пока не понимаю. Ух ты! Он... А-а-а! У нас здесь скреп-карточки такие вот. Небольшие. Тут целая пачка их. Они вот все разные. Да, они на двухсторонном скотче. То есть их можно как наклейки использовать. Это очень круто. Такие вот. Здесь у нас морские. Такие вот карточки. Морской ёж. Здесь у нас рыба эта. Потом такие вот. Морской конёк. Осьминог. Море. И дети ей видят такие. Ну, как растения. Крялы. Третий конвертик будет потяжелее. Что у нас здесь? Ой. А-а-а! Господи! У меня нет слов. Это серьги. Которые просто невероятной красоты. Это лунный камень, да? Похоже на лунный камень. Очень, очень красиво. У меня реально нет слов. Боже мой, что ты делаешь? Посмотрите на эту красоту. Ой. Не хочет лежать. Да господи. Посмотрите, какая красота. У меня просто нет слов. Это безумно красиво. Мне кажется, теперь это будут одни из моих самых любимых серёжек. Потому что они, во-первых, голубого цвета. Во-вторых, они просто выглядят невероятно красиво. Как будто бы подводные камни. Да? Как будто морское дно. И это волшебно. Огромное спасибо. Четвёртый конвертик самый лёгкий. И у нас здесь чай. Вот такой вот чай. Я такой ещё не пробовала, кстати, у Ахмада. Такой вот. Со вкусом... Ой. Обожаю. Лимон и лайм. Это просто самое вкусненькое. И последнее. Это вот такой вот блокнотик. Просто я не знаю. Вау. Он так вкусно пахнет. Он такой пухленький. И он такой, я не знаю, как объяснить. Он пахнет, как настоящая книга. Я обожаю вот такие вот листы. Даже не знаю, как их назвать. Они не гладкие. Они немножко шершавые. На них просто идеально рисовать линерами. Да и карандашами. Потому что это такая бумага. Фактурная немножечко, да. Она впитывает в себя хорошо чернила. Она достаточно плотная. И она не белая. Как я люблю. Такая слегка желтоватая. И морская тематика. Просто русал. Господи, это очень-очень-очень круто. Я посчитала письмо и прям... Медочек, если бы я тебя видела сейчас, если бы ты была передо мной, я бы тебя заобнимала, зацеловала. Потому что, когда я вытащила амурчика, я сразу поняла, что ты имеешь в виду. Это так круто. Огромное спасибо, что ты разделяешь со мной это. И это так символично сейчас. Просто, я не знаю... Прямо самое сердечко. И серёжки я тоже так и поняла, что ты делала их сама. Потому что видно, что это ручная работа. Это очень красиво. И это очень ценно. Огромное спасибо тебе большое. Буду носить их просто с душой, с удовольствием. И каждый раз вспоминаю о тебе. Теперь жди от меня ответ. Буду стараться собирать что-то такое, чтобы хотя бы чуть-чуть тебя переплюнуть. Чтобы подняться до твоего уровня. Потому что мне очень неловко получить столько всего крутого. И я хочу, чтобы мой ответ тоже очень тебя порадовал. И ещё раз спасибо тебе огромное. С наступающим Новым Годом. Точнее, уже всех с Новым Годом. Хочу пожелать вам всего только самого крутого. Чтобы вдохновение вас не покидало. Чтобы все были здоровы, счастливы, любимы. Чтобы просто настроение у вас было каждый раз выше нормы. Чтобы все ваши желания и мечты забывались. Поставленные цели достигали своих вершин. И чтобы вы двигались вперёд. Никогда не унывали, никогда не сдавались. И всегда видели всё только самое хорошее во всём. Поэтому я хочу пожелать вам ещё больше крутых писем в этом году получать. Ещё более крутые работы делать в ответ. И вообще, чтобы этот год был очень продуктивным, очень творческим, очень классным и душевным. Всех влюзилу, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.